В Канаде продолжается острая нехватка работников, инфляция растет, некоторые сектора экономики страдают, а иммигранты уезжают на родину. Привет из Канады. С нас самые важные новости за неделю, с вас же лайк ролику и подписка на канал. Начинаем. Некоторым жителям Канады положена денежная выплата в связи с изменением климата. Ее можно было получить и раньше, но нужно было запрашивать средства, оформляя декларацию. Теперь выплата происходит автоматически. Она зависит от состава семьи и доступна не во всех провинциях. Алекс Павленко, основатель канала, уже получил компенсацию более 800 канадских долларов. Хорошая новость для тех, кто хочет эмигрировать, в Канаде продолжается нехватка рабочих кадров. Сейчас количество вакансий самое большое за всю историю страны. Больше всего сотрудников не хватает в секторе здравоохранения, строительства, производства и розничной торговли. На нашем канале есть ролик о том, какие именно специалисты сейчас наиболее востребованы. Посмотрите его по ссылке в углу экрана и в описании. Теперь к миграционным розыгрышам. 12 июля провинция Британская Колумбия отправила, 174, приглашения кандидатам разных потоков. Выбрали воспитателей, специалистов в области здравоохранения и ветеринаров. В этот же день провели общий отбор для представителей всех профессий, в том числе технических. По сравнению с предыдущими розыгрышами, проходные баллы в общем отборе оказались высокими, а в остальных – остались без изменений. Крупный розыгрыш провела провинция Соскачеван 14 июля. Всего пригласили – 627 кандидатов. Двое из них были гражданами Украины, их позвали отдельно от остальных участников. Также Соскачеван выбрал – 195 кандидатов с востребованными профессиями – 430 человек, зарегистрированных в федеральной системе экспресс-энтри. В тот же день был отбор в Антаре. В нем позвали – 755 человек из потока специалистов рабочих профессий. Проходной балл был не очень высоким, но кандидаты должны были жить и работать в Антаре как минимум год. Также было ограничение по профессиям – приглашали только определенных специалистов. К сожалению, не все новости на прошлой неделе были позитивными. Нехватка медиков плохо сказывается на качестве обслуживания в канадских больницах и даже приводит к трагическим последствиям. На прошлой неделе жителей Канады потрясла смерть пациента неотложной помощи. Он скончался в отделении после нескольких часов ожидания приема. Если в некоторых секторах работа кипит, а сотрудников не хватает, то туристический бизнес до сих пор в плачевном состоянии. Пандемия уже позади, но события 2022 года не вселяют надежды. В аэропортах Канады хаос, а путешествовать на автомобиле невыгодно из-за подорожавшего бензина. Некоторые эксперты обвиняют в ситуации правительства, так как Канада по-прежнему требует от туристов полной вакцинации, что делает страну еще менее привлекательной для отдыхающих. Несмотря на это, власти пока не готовы ослаблять ограничения. С 19 июля пассажиры международных аэропортов снова будут проходить выборочные тесты на COVID-19. Это объясняется тем, что необходимо выявлять новые штаммы. Однако представители туристической индустрии воспринимают решение крайне негативно. Еще одна проблема, которая вызвала много недовольства. Не так давно у крупного канадского оператора связи произошел масштабный сбой, из-за которого миллионы жителей страны остались без связи и интернета. Это обеспокоило канадцев, поэтому компания решила пойти навстречу и предоставить пять дней бесплатной связи тем, кого затронул сбой. Жители Канады считают, что этого недостаточно. Банк Канады резко поднял ключевую ставку из-за инфляции. Она увеличилась на один пункт и теперь составляет 2,5%. Это рекордное повышение за раз с 1998 года. Инфляция же в стране сейчас 7,7%, тоже рекордный показатель. Канадцы особенно ощущают подорожание продуктов питания. Эксперты утверждают, что цены на недвижимость вырасти не должны. Но взять ипотеку будет сложнее. У тех, кто эмигрировал, и без этого есть сложности с подбором жилья. Они могут возникнуть как на этапе поиска агента по недвижимости, так и на этапе съема, потому что канадцы часто предпочитают сдавать жилье своим согражданам, а не приезжим. Мы поговорили с риелтором из Торонто и выяснили, почему новоприбывшему не всегда просто снять квартиру или дом и как выйти из этой ситуации. Подробности вы найдете в статье на нашем сайте. Ссылка будет в телеграм-канале. Обязательно на него подпишитесь, ведь там выходят все полезные ссылки к роликам, а также публикуются важные материалы о Канаде. Несмотря на то, что Канада – страна с высоким уровнем жизни, она не лишена недостатков. Некоторые эмигранты приезжают в поисках лучшей жизни, но у них так и не получается адаптироваться и влиться в новое общество. В итоге часть новоприбывших через какое-то время уезжает обратно на родину. Какие именно причины заставляют их уехать, вы узнаете в отдельном видео на нашем канале. Посмотрите его по ссылке в углу экрана и в описании. Напомним, что больше информации о жизни в Канаде вы найдете в нашем телеграм-канале. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные ролики. Также посмотрите другие наши видео про работу, учебу и эмиграцию. До встречи в Канаде!